Вот, они там вот кто-то считает, что их люди, вот... Ну, один нам попался ржачий, который мы видим. Вот, и рядом баба, она такая вот, подушина, все, как есть, какие-то веконы, какие-то тупыцы. И ее вот, как, то ли за окно, он, значит, подметаешься веку. Продолжается борьба за серебро и бронзу. И вот основные участники этой борьбы – спецсвязь и Московский банк Сбербанка России. Есть еще, конечно, «Газпром» и «Наргохолдинг», их мы обижать не хотим, но о них поговорим позднее. У них все-таки шансы на серебро повыше, чем у спецсвязи и Московского банка. Сейчас у команд одинаковое количество очков по 21 баллу, но у спецсвязи на один матч меньше, так что меньше и потерянных очков. Посмотрим сразу, как закончилась первая встреча этих команд. 3-2. Тогда спецсвязь была сильнее. В общем, Московскому банку нужно выигрывать и желательно с преимуществом больше, чем в один мяч. У Московского банка сегодня уже одна встреча была. 7-1 сыграли с «Татнефтью», удержали победу. Спецсвязь сегодня на поле пока не выходила. В спецсвязи вернулся основной голкипер Погорелов. Хватает, конечно, Холодковая. Вот Погорелов сейчас не спасает. Московский банк вышел вперед. 21 очко также у «Татнефть». «Татнефть» не сможет обойти спецсвязь в силу результатов личных встреч. Ну и с Московским банком та же самая история. Поэтому «Татнефть» по итогам турнира застолбила для себя лишь пятое место. «Татнефть» нарушение правил. Фалит Юшкин. Против спецсвязи играет то, что они на турнир сегодня приехали без скамейки запасных. Будет тяжело. Право на штрафной получил Московский банк. По новому короткий пас Юшкину. Контрадага сейчас пойдет у спецсвязи. Много стыков, много споров, много эмоций Ну, как-никак, матч за попадание в призовую тройку Перекладина Горелов Пополняется постепенно скамейка у спецсвязи Два человека уже там находятся, готовы выйти на поле Да, здесь нарушение Игрокам спецсвязи сейчас дают нанести несколько ударов Вот игроки спецсвязи как будто бы делением размножаются Сейчас уже четыре спортсмена на скамейке Так что постепенно должны по физике спецсвязисты превосходить Банкиров У московского банка только два запасных Фул Фул Два человека в стенке Мяч пролетел мимо него и в итоге попал в своего уже игрока В игрока соответственно спецсвязи Мягкий 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 Все Два Мягкий 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 Отличная скорость сегодня показывает спецсвязь. Погорелов. Кто-то скажет, что в него прилетел мяч. Кто-то скажет, что он правильно занял позицию в воротах. Сейчас не первый момент уже был, когда Сбербанк идет в атаку. Три в два и спецсвязисты довольно спокойно отбиваются. Вратарь еще с ума с банка ходил поддерживать атаку. На путь. Позже смотри. Вот, пошли. У нас в день не забит. Пенальти. Хороший, Камэр. Давай-давай. Отдохни. Что рассказываешь? Новенький, что ли, да? Новенький? Новенький? Сашилов, сам выбрал! Могорелов на выходе. Отлично сыграл. Продолжение следует... 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 Я нашел кончиков. Дай. Да, играл-ыграл. Да, играл. Так, ВДБ. Что, я не фехнарь пишу? Ну ладно, я отвечу. Мне надо просто с муслимом договориться, переписать на кого-то. После того, как счет стал равным, активнее играет Московский банк, забрал инициативу и мяч. Ну, спецвязь в целом устраивает такая игра. Осталось дождаться своего момента. Погорелов по пустым не очень не точно. Здравствуйте. Как вы видели, это все, что я не заметил. Он обычно с радостью, будто я не заметил. Но она очень внимательная, как в интернет. Юшкин в отборе. Потом был близок к тому, чтобы забить. Но подбор снова за Мосбанком. Потом здесь, по-моему, свой помешал. Итак, последняя чистая минута. Что здесь, какое решение? Игра рукой? Ну, действительно, было движение не рукой отдельно, а всем корпусом, но такое вполне нацеленное. Серега, ты где Адональ? Уходи туда. Сань, не спешим, Сань. Ру получился такой в стиле Бейла. Проход по всему флангу. Мощный удар. Вратарь на него среагировал. Руку подставил на мяч. Все равно влетел в сетку. 2-1. Ну, видимо, повреждение получил. Автор гола. Вынужденно ушел на скамейку. 33 секунды. Еще один момент у спецсвязи. Последний шанс у Мосбанга в этой игре. Нужен удар. Мимо. Ну, еще один стандарт. Ну, наверное, самое неудачное решение сейчас было принято. Все. 2-1 итоговый счет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА